Мы на прошлом занятии построили очень много всяких термов и операций над множествами. И это занятие у нас будет посвящено теме его аксиомы бесконечности, натуральные числа и числовые множества, теории множеств. Но прежде чем мы, чтобы их построить, мы рассмотрим шаговую новую для нас операцию. x плюс 1, который определен следующим образом, как объединение x и синдритонный x. Основное свойство этой операции следующим образом звучит. Естественно, x плюс 1 равняется y плюс 1, тогда и только тогда, когда x равняется y. Ну, докажем это свойство, докажем его точно таким же способом, как мы доказывали основные свойства неупорядоченной пары, упорядоченной пары. Будем докаживать его от противности. Значит, предположим, что у нас x суммы синдритонный x равняется y, суммы синдритонный y, но при этом x не равен y. Без ограничения общности, если у нас x не равен y, мы можем предположить, что существует такой элемент t, что t принадлежит x и t не принадлежит y. Из того факта, что t принадлежит x, следует, что t принадлежит x суммы синдритонный x, из этого и, вот этого равенства следует, что t принадлежит y суммы синдритонный y, из этого следует, что либо t принадлежит y, либо t равняется y. С этой цепочкой все понятно, почему мы так получили. Вот последнее из того, что t принадлежит y-суму, следует вот такая дизъюнкция. Мы с самого начала предположили, что t-y не принадлежит в силу того, что x неравен y. И отсюда, в общем, следует единственный для нас остающийся вариант, это t равняется y. Но так как t равняется y и t принадлежит x, из этого следует у нас сразу же, что y обязан принадлежать x. Но с другой стороны, если мы посмотрим на тот факт, что x сам по себе принадлежит термому x плюс 1, то, значит, из этого следует, что либо... А, а терм x плюс 1 равен термому y плюс 1, значит, из этого следует, что x принадлежит y, либо x равен y. Что мы можем сказать по поводу этой дизъюнкции? Вот это не имеет места, потому что в самом начале мы от противного предположили, что x не равен y. Отсюда следует, что x принадлежит y. Итак, мы получили ситуацию, в которой y принадлежит x, а x принадлежит y. И эта ситуация напрямую запрещается у нас о всем экземплярирование, как мы вспомнили только что. То есть место иметь не может. Соответственно, не может иметь место при таком равенстве. Вот, неравенство x принадлежит y. Следовательно, выполняется основное свойство операции прибавления иммунца. Это еще одна операция, еще один значок, такой же, как обвинение, такой же, как создание упорядоченной пары в Куратовском, который нам позволяет удобно говорить об аксиоме бесконечности и ее следствия. Значит, я напомню вам суть аксиомы бесконечности, записав ее уже в обозначениях, которыми мы можем сейчас пользоваться. Суть аксиомы бесконечности заключается в следующем. Существует у такое, что пустое множество принадлежит у, и для любого t, t принадлежит у, следовательно, t плюс 9, t принадлежит у. Обозначим вот это выражение, зависящее от у, как пробку, а множество, удовлетворяющие вот такому вот свойству, назовем прогрессивными множествами. Соответственно, мы можем проще записать, что аксиомы бесконечности гласит. Существует хотя бы одно прогрессивное множество. То есть прогрессивными мы называем множество такие, что пустое множество принадлежит ему, и если какой-то элемент принадлежит ему, то этот элемент плюс единица тоже принадлежит ему. Вот сокращенные записи аксиомы бесконечности, которые входят в перечень аксиом системы Цермелла-Френкеля. На самом деле, вот эти несколько значков в системе Цермелла-Френкеля служат тем самым ящиком, открывая который мы получаем весь набор чудовищ ведомых и неведомых, всевозможных конструкций, очень интересных, которые составляют суть изучения теории множества менее элементарной. Ну и, в общем-то, при помощи этой аксиомы мы можем построить все числовые множества, которые вам знакомы к математическому анализу и прочим предметам, которые на него опираются. И все это благодаря утверждению о том, что существует по крайней мере одно прогрессивное множество. Пока еще это утверждение звучит так безобидно, но понятно, что оно должно в себе содержать утверждение о существовании множества натуральных чисел. То есть где-то у нас есть ноль, к нулю прибавили единицу, получили единицу, плюс единица двойка и так далее. Этот процесс мы можем продолжать сколько душе угодно. Да, получили где-то миллион, прибавили единицу, получили миллион один. Давайте поисследуем эту аксиому. Давайте посмотрим вообще, что за множество можно построить с ее помощью. Сначала мы рассмотрим вот какое множество. Зайдем его множество омега, которое объявим таким образом. Множество элементов z принадлежащих 0, таких, что для любого y. Если y провинсивно, то z принадлежит y. Что я такое написал? Я написал ограниченное выделение, а в качестве ограничивающего множества я выбрал некое множество u0, существование которого обеспечивается аксиомой бесконечности. То есть аксиома бесконечности говорит, что существует хотя бы одно прогрессивное множество. Окей, возьмем его в качестве ограничивающего и построим такое множество, которое что? В чем суть этого множества? Оно состоит из элементов, входящих во все прогрессивные множества. То есть, иначе говоря, если прогрессивно y, следовательно, y является подмножеством, ой, пардон, наоборот, омега является подмножеством y. Каково бы не было множества y. То есть мы построили пересечение всех прогрессивных множеств. И назвали это пересечение, обозначили это пересечение значком омега. Заметим, что так как омега является подмножеством любого прогрессивного множества вообще, и в частности оно является подмножеством вот этого у ноль, который мы используем в качестве ограничивающего, то мы, в принципе, вот от этого ограничивающего элемента, я сотру, а вы можете у себя в тюрьме зачерпнуть, мы можем избавиться. Потому что вот из этой записи уже следует, что z будет принадлежать у ноль необходимым образом, ну, логическую силу вот этого высказывания. Заметьте, что мы пока никаким образом в сущность вот этого предиката не вдавались. То есть оно прогрессивно, как бы, почему, что значит оно прогрессивно, мы пока еще не использовали. Это в наших рассуждениях относительно омега. И вообще говоря, какой бы ни был у нас предикат, если мы знаем, что существует хотя бы одно множество удовлетворяющего этому предикату, то мы можем построить такое множество пересечения всех множеств, удовлетворяющих этому предикату. Вот мы его построили, для прогрессивных множеств мы его построили, мы его обозначили значком омега. Что мы можем сказать про это множество, которое мы построили сейчас, доказательство существования которого мы сейчас провели? По сути дела, в аксиоматике цеременов мы. Во-первых, это очень существенно, это как бы его свойство по построению, я его обведу, и вы его запомните, и мы сейчас не раз вернемся к этому его свойству, то, что оно является под множеством всякого прогрессивного множества. Но, кроме того, омега само является прогрессивным множеством, то есть, рог омега. Почему? Потому что пустое множество входит в омегу. Должно ли пустое множество входить в омегу, как или нет? Да. Почему? Оно является пересечением всех прогрессивных множеств. Каждое прогрессивное множество, пустое множество входит как элемент, да? Соответственно, пустое множество будет в омегу входить. Вот. А дальше, если какой-то элемент n входит в омегу, то n плюс 1 тоже должен входить в омегу. Потому что если n входит в омегу, значит, он уходит во все прекрессивные множества вообще. А если какой-то элемент n входит во все прогрессивные множества вообще, то n плюс 1 тоже должен во все прогрессивные множества вообще входить. Вот. Соответственно, омега само по себе является прогрессивным множеством. Оно содержит в себе 0, потом 0 плюс 1, потом 0 плюс 1 плюс 1. Вот эти вот элементы оно содержит. Дальше. Омега обладает тем свойством, значит, что для любого х, х принадлежит к омеге, следовательно, х не равняется пустому множеству, следовательно, существует у, у принадлежит к омеге, и х равняется у плюс 1. Что это я такое записал? Я записал, что если какой-то непустой элемент входит в наше омега, то тогда для него существует предшествующий элемент. Вот этот самый у, который мы прибавляем единицу, получаем х, принадлежащий к омеге. Каким образом мы можем доказать это свойство множества омега? Построим множество омеге-штрих, которые состоят из элементов t, принадлежащих к омеге, таких что... Сейчас внимательно следите за рассуждением, потому что это рассуждение мы еще повторим не один раз за сегодня. Таких что? Оно удовлетворяет вот этому самому условию, что t не равно пустому множеству, следовательно, существует у, у принадлежит к омеге, и у плюс единица равняется t. Что мы можем сказать про омега-штрих? Мы можем сказать, что омега-штрих тоже является прогрессивным множеством. Почему? Потому что пустое множество обязательно должно принадлежать омеге-штрих. Заметьте, здесь t не равно пустому множеству, следовательно, если t равно пустому множеству, то есть мы имеем здесь false, да? Из false всегда следует true в компликации. Кстати, на пустое множество принадлежит омеге-штрих, да? Дальше, если у нас n принадлежит омеге-штрих, то n плюс 1 также принадлежит омеге-штрих. Почему? Потому что для n плюс 1 предыдущим элементом является элемент n. Итак, омега-штрих является прогрессивным множеством. Теперь, ответьте мне, почему омега-штрих равняется омеге? Я дам подсказку. С одной стороны, по построению мы имеем, что омега-штрих является подмножеством омега. А с другой стороны? У омега содержится во всех прогрессивных множествах, правильно. То есть с другой стороны у нас получается, что омега является подмножеством омега-штрих, и омега-штрих и омега – это одни и те же множества. То есть мы сейчас заказали вот это вот свойство. Вот это вот свойство относительно множества омега, что для любого не пустого элемента у нас имеется предшествующий элемент. Вот какое удобное множество мы сейчас построили. Давайте посмотрим, что же оно из себя представляет. По крайней мере, первые элементы. Ну, во-первых, пустое множество входит в него, которое мы обозначим как нулик. Во-вторых, в него входит синглитон пустое множество, то есть пустое множество объединить с синглитоном от пустое множество. Это будет просто синглитон от пустое множество, которое, заметьте, является множеством, состоящим из нулика, которое мы обозначим как единичка. Дальше. Следующий элемент будет иметь вот такую форму, которая иначе можно обозначить, как 0,1, и это будет 2. Дальше 0, пустое множество, пустое множество из неликого пустое множество. То есть это 0,1,2, который мы обозначим как 3. И так далее, и так далее, и так далее. Всякое множество, состоящее из 0,1, n-1, мы обозначим как n. А все множество таких n, 0,1, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Такое множество. Ну, естественно, такое множество назвать множеством натуральных чисел. Собственно говоря, это и есть множество натуральных чисел. Похон-Нейману. И это множество является моделью натуральных чисел. А почему? Потому что, как легко мы видим, продемонстрировать, такие элементы омега у нас удовлетворяют аксиомам пиана для натуральных чисел. Аксиомы пиана, сейчас я их выпишу, они звучат следующим образом. Первое. Нуль принадлежит множеству натуральных чисел. Нуль является натуральным числом. Потом, если х является натуральным числом, то х плюс 1 является натуральным числом. Третья аксиома. Для любого х, для любого у, х плюс 1 равняется у плюс 1. Следовательно, х равняется у. И четвертое. Это схема, схема индукции, которая звучит следующим образом. Смова х, если надлежит, помним, где, следовательно, от х следует, от х плюс 1. Так, сколки закрывает. Из этого всего следует, чтобы любого х, х принадлежит понемне, следовательно, от х. Вот это есть аксиомы пиана, которые были введены для того, чтобы построить формальную систему, описывающую натуральные числа. А мы с вами построили некое множество, которое этим аксиомом удовлетворяет, как теории, которые мы можем легко доказать. В самом деле, вот эти два свойства, они являются прямым следствием того, что Омега является множеством прогрессивным. Вот это свойство, мы с вами с него начали сегодняшнее занятие. Это есть основное свойство операции прибавления единицы. И у нас остается вот эта загадочная схема. В ней нет ничего загадочного. Это старая добрая математическая индукция. Если у нас что-то выполняется, какое-то условие выполняется от нуля, и, значит, для любого натурального числа, если данное условие выполняется на х, то оно выполняется на х плюс единицы, то из этого мы заключаем, что это условие выполняется на всех х из совокупности натуральных чисел. Вот эти три пункта мы сразу же по определению Омеги и по определению операции х плюс 1 видим, что они доказуемы. Вопрос, как нам доказать принцип математической индукции? Казалось бы, чем это мы сейчас занимаемся, это один из фундаментальных принципов. Да, это такая аксиома. Но в данном случае у нас система натуральных чисел выводится в теории множеств. То есть аксиомы натуральных чисел для нас являются теоремой теории множеств. И вот это, коль скоро мы говорим, что Омеги является моделью натуральных чисел, это нужно доказать как теория. К счастью, доказательства элементарных. И, в общем-то, я сейчас напишу одну формулу, и вы все поймете. Давайте построим Омеги равное такому множеству х, принадлежащему от Омеги, такое, что А от Омеги. То есть возьмем произвольный А, формулу, в которой есть свободная переменная, и построим вот такое множество. Х принадлежит Омеги, такое, что А от Омеги, но при этом у нас работает вот эта вот левая часть вот этой импликации. Как только мы построили такое множество, мы сразу же заключаем, что оно каким свойством обладает? Ну, нас все интересует вот это свойство-то. Ну, хорошо, пустое множество принадлежит Омеги. Да? Почему? Потому что А от пустого множества. Ну, 0 – это же пустое множество. Да? Если у нас х принадлежит Омеги-штрих, то х плюс 1 принадлежит Омеги-штрих. Опять же, по вот этому вот левой части импликации. То есть получается, что Прог Омега-штрих отсюда следует, что Омега-штрих равняется Омеги. Отсюда следует, что для любого х, х принадлежит Омеги, следовательно, А от х. Что и требовалось доказать. Вот с этой цепочкой понятно или где-то не ясно? Вот с этой цепочкой рассуждений. Да, понятно. Что тут вроде бы да, что тут непонятно. Просто мы построили множество Омега-штрих таких, что А от Омега. Мы же не знаем, пока работает этот принцип или не работает. Просто построим множество Омега-штрих. Оно может быть под множеством Омеги, потому что, возможно, А от Омега не на всех истинных. Но как только мы его построили, мы тут же замечаем, что оно является прогрессивным. А всякое прогрессивное множество является под множеством Омеги. это такое фундаментальное свойство, мы не раз им будем пользоваться и смотрите как, используя это свойство мы вот так вот, буквально по щелчку пальцев доказываем довольно нитривиальный вид вопросы какие-то? нет? хорошо мы доказываем посылку она сделана да, да, да мы доказываем, на самом деле сейчас мы доказали вот эту импликацию вот эту большую длинную сложную импликацию вопрос в верхней строчке а-домика или а-текс? а-текс правильно? все верно а-текс таким образом мы действительно можем использовать омега как модель натуральных чисел и все, что мы знаем относительно натуральных чисел теперь мы можем применять относительно омега ну интересным для нас станет работа с числами тогда, когда мы не просто считать научились, но еще мы научились какие-то операции над ними производить, да, сложение там, вычитание и так далее для этого нам нужно новое понятие это понятие рекурсии оно тоже вам знакомо должно быть, хотя меньше вы им пользуетесь значит индукция и рекурсия, они идут рука об руку где есть индукция, там есть рекурсия индукция мы только что сейчас увидели да, это если у нас есть некая база если у нас есть некий шаг то мы можем таким образом показать, что для всей совокупности натуральных чисел мы доказали некое утверждение работающие на любом натуральном числе что такое рекурсия? рекурсия это не способ доказательства некого утверждения а способ построения некого объекта то есть если у нас имеется x0 и если у нас имеется некий x от x некий терм который позволяет построить x от xn равняется xn плюс 1 то мы можем построить множество x0 x1 xn и так далее и вообще можем построить я впервые произнесу это счетное множество таких вот элементов ну, про то, что такое у нас множество счетное множество не счетное мы на следующих занятиях очень плотно поговорим но сейчас даже то, что я сейчас скажу для этого у нас еще пока нет теоретической такой основы потому что многого не знаем не знаю, что такое функция формально не определили еще это но тем не менее необходимо такой вперед немножко забежать потому что понятие счетной рекурсии оно освоиться с ним нужно чтобы ввести некоторые объекты которые нам сейчас понадобятся итак ну, я уже сказал, что можно определить таким образом если у нас имеют следующие ингредиенты x0 а также некий способ некий терм который из одного множества получает другое множество причем оно может быть равно самому x умное для каких-то x может быть не равно неважно то тогда значит существует множество в и существует функция из ум в значит такая что такая что f от нуля равняется x0 и f от n плюс единица равняется xi от f от n здесь я впервые употребил вот это обозначение мы о сущности этого обозначения поговорим в ближайшее время но я думаю вы все помните еще со школы что такое отображение множество омени на некое множество v вот и это не просто отображение оно еще обладает тем свойством что f от нуля является первым вот этим нашим заправочным элементом а каждый f от n плюс единицы получается из предыдущего путем применения вот этого термо си предыдущего то что я здесь сформулировал вот этих двух строчках является по сути теоремой которая нуждается в доказательстве в доказательстве на основе аксиом термела Фрэнкин но доказательство этой теоремы оно достаточно оно сложное не по сути своей оно сложное техническое поэтому я полностью это доказательство приводить не буду я пунктируем просто намечу основную идею как можно построить корректное доказательство этого утверждения почему рекурсия да корректно мы можем обозначить через а от x y такое утверждение что y равняется x от x то есть вот такой предикат двух местных этот предикат обладает тем свойством что для любого x существует единственный y такое что а от x когда у нас возникают вот такие вот формулы с двумя свободными параметрами мы сразу же что вспоминаем схему аксимоподстановки да при которой мы можем воспользоваться но здесь мы не напрямую с этим а должны воспользоваться схемой аксимоподстановки мы должны построить некий более некую более сложную формулу такую n fn и собственно говоря в выписывании вот этой вот формулы вся техническая сложность доказательства и заключается формула это гласит что для данного натурального числа n fn является начальным отрезком функции f ну то есть f от нуля равняется x0 f от единицы равняется кси от x0 значит f от двойки равняется кси еще раз кси от x0 и так далее fn ой f от n равняется кси кси n раз от x0 вот такую вот совокупность такую функцию она еще работает на не на всем множестве натуральных чисел а на множестве от нуля до n да и но тем не менее она является начальным отрезком нам это необходимо выписать эту формулу нам необходимо показать что для каждого n существует единственный fn являющийся начальным отрезком что очень достаточно очевидно в силу полной детерминированности построения этой функции на каждом шаге и дальше воспользоваться схемой аксиом подстановки вот таким вот образом здесь у нас по оси x будет все множество омега натуральных чисел значит по оси y у нас будет некое множество а в качестве вот этого двуместной формулы которая применяется в схеме аксиом подстановки мы используем формулу fn fn то есть что fn является начальным отрезком вот этой вот функции на на числе n и тогда у нас получится что на нуле будет множество состоящее из пары 0 и x0 вот так на единице у нас будет множество единице будет соответствовать другое множество которое состоит уже из двух элементов здесь будет 0 x0 единица x1 то есть 0 соответствует функция которая определена на единственом числе и принимает одно единственное значение 1 соответствует функция которая определена на двух значениях и соответственно f от нуля равняется x0 f от единицы равняется x1 и так далее то есть мы выстраиваем такую разрастающуюся последовательность вот этих вот функций, являющихся начальными отрезками исходных. Схема аксиом подстановки говорит нам, что мы можем собрать все вот эти начальные отрезки в одну совокупность, в одно множество, и дальше просуммировав это множество, воспользовавшись аксиомой суммирования, недаром я вначале спрашивал, какие мы знаем аксиомы, воспользовавшись аксиомой суммирования, мы можем получить вот эту самую функцию 0x0, 1x1, nxn и так далее, и так далее. Это такой предварительный заход в доказательство принципа рекурсии. Кроме того, это принцип счетной рекурсии, потому что у нас будет еще трансфенитная, нас ждет рекурсия в спорте, и мы, конечно же, к обоснованию индукции, к обоснованию рекурсии с вами еще вернемся, но в качестве такого нулевого или первого приближения к пониманию этой концепции я даю вот это пунктирное доказательство принципа счетной рекурсии. Оно в себе задействует существенным образом схему аксиом подстановки, вам важно понимать. И для этой схемы аксиом подстановки важно правильно написать вот эту формулу с двумя свободными переменами, при помощи которой мы получаем нужды на множество. подробное доказательство этой теоремы приведено в моем учебнике. Но для экзамена подробное доказательство этой теоремы не нужно. Важно осознать направление, ну, ход, что-то доказательство. Почему я это все так вот занудно на этом останавливаюсь? Потому что, на самом деле, вот это все занудство является фундаментом для очень интересных конструкций, которые мы сейчас будем устраивать. Как я говорил, некоторое время назад аксиома бесконечности является ящиком Пандоры, из которого начинают вылезать чудовища. Сейчас мы эти чудовища начнем плодить в большом количестве, используя принцип рекурсии. Но пока ничего особо страшного. Поупражняемся следующим образом. Пусть х0 у нас равняется некому непустому множеству а. А хн плюс 1 мы обозначим так. хн декабря помножить на а. Тогда мы можем построить, рекурсивно, можем построить функцию такую, которая f от 0 равняется а, f от 1 равняется, что у нас, а умножить на а, f от 2 равняется а умножить на а умножить на а, и так далее. Так, давайте-ка я немножечко переделаю и корректнее написать а умножить на хн. Все эти значения, вот если это у нас функция f, которую мы в качестве такого множества можем рассмотреть, значит, если мы возьмем такую штуку, проекция большая 2 от f, и еще прибавим к нему пустое множество, то что это будет? Это будет вот такое множество. Пустое множество. Сумма а. Сумма а умножить на а. Сумма а на а. Сумма и так далее. И все это уходит куда-то в бесконечность. Такой терм, существование которого мы при помощи рекурсии сейчас доказали, над множеством а, называется звездочкой к линии. Обозначается вот так вот. А со звездочкой. Что-нибудь слыхали про звездочку к линии? Что-то такое было. Где это, в каком разделе математики это встречается? Может быть? Нет, это теория формальных языков. Более того, звездочкой к линии, каждый из вас пользовался, я это уверен, даже не подозревая, что это звездочка к линии. Когда вы в командной строке пишете дел звездочка точка звездочка, это как раз вариация на тему звездочки к линии. Вот это значок звездочка по подстановке, или когда выщите файлы или удаляете файлы в компьютере, звездочка означает любое количество любых символов. Это, кстати говоря, пришло в ЮНИКС из формальных языков. А в формальных языках это звездочка к линии. А что это за зверь такой? Зачем это нужно? Если А это у нас алфавит, ну допустим латинский алфавит, А, В, С, Д, И, Р, то что из себя представляет звездочка к линии? Это множество слов, которые мы можем построить в этом алфавите. Начиная с пустого, с эпсилон, с пустого множества, да? Дальше. Слова, состоящие из одного, из одной буквы, А, там, или Б, или С. Дальше. Слова, состоящие из двух букв, это же пары у нас упорядочены. А, 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 В и так далее. Потом слова, состоящие из трех букв и так далее. То есть звездочка к линии позволяет нам из алфавита построить множество всех слов в данном алфавите. Конечных текстов даже. Словом или текстом мы называем упорядоченную последовательность элементов алфавита. Соответственно, если у нас есть алфавит, то А со звездочкой это есть множество всех упорядоченных последовательностей этих элементов. Кстати, если мы посмотрим таким вот образом на эту формулу, как бы вместо Декартового произведения обычное произведение, а вместо суммы простую сумму, то что у нас получится? У нас получится А плюс А квадрат плюс А куб плюс АН плюс и так далее. Похоже на бесконечную геометрическую прогрессию. Но на самом деле это и есть, вот если у нас имеется алфавит из, допустим, Н символов, то тогда вот эта формула нам дает не что иное, как общее количество текстов, которые мы можем в этом алфавите построить. Это комбинаторика. А, это у нас количество однобухвенных всех текстов, А квадрат количество двухбухвенных, А куб количество трехбухвенных. Если мы ограничены длиной Н сверху, то вот такая формула, это здесь старая добрая геометрическая прогрессия, на самом деле нам дает количество текстов в алфавите. Я это все рассказываю неспроста, мы к анализу звездочки к линии вернемся спустя некоторое время. Как первое такое чудище вынесшее у нас из рекурсии, мы ее рассмотрим. Рассмотрим их уже. Дальше. Дальше нас интересует вот что. Как я говорил, натуральные числа нам интересны постольку, поскольку мы можем их складывать, умножать и производить над ними всевозможные операции. Давайте построим рекурсивно ряд множество объектов. В качестве x0 возьмем вот такую вот вещь. Множество твой x, y, z, принадлежащих декартам предъявления поля гранатного гранатного граната, таких, что x равняется z и y равняется 0. Дальше. x, n плюс единица определим в следующем образом. Как множество x, y, z, принадлежащих в фоне на угле на угле существует x штрих, существует y штрих, существует z штрих. x штрих, y штрих, z штрих, тройка принадлежит x, n и x равняется x штрих, и y равняется y штрих плюс единица, и z равняется z штрих плюс единица. Какую хитрую конструкцию мы сейчас выписали? На самом деле это всего лишь навсего опять же рекурсивное определение какого-то множества. то есть у нас есть x нулевое, у нас есть xn плюс первое, которое получается из xn, вот оно здесь, xn конфигурирует. И рассмотрим множество s, являющееся суммой вот этих вот всех множеств, x1, x2, xn и так далее. Что мы про множество s можем сказать? Что оно в себя включает? Какие тройки? А оно в себя включает такие тройки, что это по сути дела таблица сложения. То есть x плюс y равняется z, тогда и только тогда, или даже сейчас в наших реакциях можем говорить по определению, есть. x, y, z принадлежит h. Ну почему? Потому что x плюс y равняется z. Это что значит x плюс y? Это значит x плюс 1 плюс 1 плюс 1 y раз. Да? Это у нас x плюс y. Вот. И именно в силу рекурсивного определения вот этого множества мы получили вот это вот множество троек, являющиеся таблицей сложения натуральных числов. Мы определили с вами сложение на натуральных числах. Тут понятно? Да? Вопросы вопросов нет. Вот. Окей. Следующий тогда вопрос. Мы можем также определить умножение? Также рекурсивно. Достаточно для этого просто вспомнить, что x умножить на y это x плюс x плюс x да? y раз. Для того, чтобы определить рекурсивное умножение нам понадобится таблица сложения s, да, которая здесь будет фигурировать, значит, и у нас и, собственно говоря, все. Если вот это вот переписать у нас, сейчас, x равняет y равняется нулю, воспользуюсь тем, что на доске просто переписывается. фигурировать всегда это приходится переписывать полностью. Значит, x, y, z принадлежит x, n и x равняется x, y равняется y, x, плюс 1, а z не равняется z, штрих, плюс 1, а z, x, штрих, плюс x, штрих. Мы уже можем написать плюс x, штрих, вместо плюс 1, потому что мы сложение определили на прошлом этапе. И в результате мы получаем множество p уже. Вот здесь я его напишу как p, а здесь я знак плюс поставлю на знак ну просто умножить на точку. x, y равняется z, когда x, y, z принадлежит p. То есть схожим рекурсивным образом мы можем определить умножение натуральных чисел. Я думаю, что с вычитанием и с делением проблем тоже у ни у кого из вас не возникнет. Да, для этого достаточно просто соответствующие формулы написать. То есть вот так в теории Цермела-Френкеля мы получаем арифметику, элементарную арифметику на натуральную числу. Чтобы сказать, что мы получили именно арифметику на необходимо сказать, необходимо доказать тот факт, что ту систему, которую мы получили, она удовлетворяет аксиому формальной арифметики. Я их выпишу здесь для вас. x плюс 0 равняется x, x плюс y плюс 1 равняется x плюс y плюс 1, x на 0 равняется 0, x на y плюс 1 равняется x y плюс x. Это аксиомы формальной арифметики и в общем-то не составит труда, пользуясь определениями множеств s и p показать, что эти аксиомы действительно выполняются. То есть то, что мы построили, оно действительно является моделью арифметики. Но как только мы с вами построили что-то, в чем выразима формальная арифметика, вспоминаем, чему учили нас на курсе матлогики, срабатывает теорема Гёделя, а не в полноте. Да? Если у нас в нашей системе выразима формальная арифметика, то мы можем показать, что система аксиом, на которой мы это базируем, если она не противоречит, то она не полна. Будут у нас неизбежно будут у нас такие высказывания, которые ни опровергнуть, ни доказать формально в нашей системе мы не можем. Вот отсюда возникает то самое свойство аксиоматики церемела Фрэнкеля, что показать ее непротиворечивость ее же средствами невозможно. И то свойство, что теорема Гёделя о неполноте, она применима к аксиоматике церемела Фрэнкеля именно в силу того, что теорема Гёделя о неполноте доказывается для формальной арифметики, но так как формальная арифметика у нас моделируется среди множеств в системе церемела Фрэнкеля, то выводы, все, что мы знаем про формальную арифметику, мы знаем и про теорию множеств. Получается так. Эти выводы, они тоже справедливы и в общем получается, что если система аксиома церемела Фрэнкеля не противоречива, то она будет необходимым уровнем не полна. И все это возможно только благодаря аксиоме бесконечности, аксиоме существования какого-то прогрессивного множества. Если мы выкинем из нашей аксиоматической теории аксиомы бесконечности, тогда мы можем делать только с конечными множествами. А там как раз все нормально, на любой вопрос можно ответить перебором элементов. Пусть этот перебор будет очень большой, но тем не менее он конечный, за конечное время его можно осуществить, и вопросов вот таких полнохи не возникает. Как только у нас возникает аксиом бесконечности, вот та самая существует У такой, что прог У, вот из него выползает все вот это. Из него выползает тот факт, что вообще говоря, вся математика, которую мы знали на этот момент изучать, матанализ, алгебра, дифференциальные уравнения, на самом деле может быть смоделирована теория множеств, на самом деле теория множеств является фундаментом таких зданий логических под математикой. Я намечу пунктирно опять же, таким образом этот переход можно осуществить, и после чего мы в эту сторону ходить уже не будем, потому что дальше заканчивается теория множеств, начинается, допустим, матанализ. Но как это можно выстроить все? Ну, например, если у нас уже имеется множество натуральных чисел, то множество целых чисел построить просто, это будет у нас, допустим, вот такое гекартовое произведение, наоник минус 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 0. Или скажем 0, в зависимости от того, чем считать, как считать 0, положительным или отрицательным числом. Мы можем построить декартовое произведение пара знак и натуральное число. С 0 у нас возникает особый случай, там нам надо выколоть либо 1, 0, либо 0, но мы тогда можем построить модель целых чисел, то есть знак и натуральное число. Дальше. Множество рациональных чисел мы можем построить следующим образом, как множество пар t z на омега таких, что, я напишу по словам, в проекции первого теги на проекции второго как t несократимая н ну или иными словами наибольший общий делитель проекции 1t проекции 2t равняется единичке. я думаю, что вы уже догадываетесь, что используя рекорсив можно построить вот такую вот трехместную формулу gcd a b c которая истинна тогда и только тогда, когда c является наибольшим общим делителем a и b. это упражнение такое формальное по-моему, в задачнике лаврова максима такое упражнение и есть и даже разобранное я не помню, есть ли оно в домашнем задании но в принципе это выполнимая задача потому что у нас есть умножение у нас есть деление там можно вместе деление со статком и так далее вот введя вот это вот этот предикат мы можем им воспользоваться для того, чтобы определить множество рациональных чисел рациональные числа это всего лишь пара числитель и знаменатель числитель и целое число знаменатель натуральное число неравное нулю там еще надо сказать да и так что они образуют несократимую трудность дальше мы должны вести с вами для полного счастья анализа множество действительных чисел опять же это можно сделать таким образом перемножим множество целых чисел на c где по множеству c мы подразумеваем сегмент вот такой от нуля включительно до единицы не включительно множество действительных чисел на сегменте от нуля до единицы сейчас мы это c определим с вами как бы все множество действительных чисел можно так определить целое число плюс хвостик от него целая часть дробная которая к нему прилагается вот эта вот дробная часть от нуля до единицы как можно ее определить ее можно определить разными способами скорее всего вы на матанализе ее определяли как бесконечную десятичную дробь помните определение действительного числа в самом-самом начале матанализа нет не помните что такое действительное число вообще как определилось а по какому учебнику матанализ получали ну там десятичная дробь то есть да это самое-самое первое занятие первого семестра первого курса вот но мы можем как бы основание системы счисления для нас не так важно можем определить ее тем более нас интересует вот этот вот сегмент мы можем определить таким образом как бесконечную дворечную дробь д 0 1 2 1 в первой степени плюс д 1 1 2 в квадрате плюс д 2 1 2 в квадрате плюс и так далее плюс и так далее где д и д принадлежат множеству 0 и минус то есть при помощи вот этой вот суммы да возможно бесконечно мы можем выразить сказать мы можем выразить любое действительное число вот в этом вот сегменте от 0 до 1 но в самом деле если все д и равны 0 мы получаем 0 а если все д и равны 1 то мы получаем как бы единицу включающую но здесь как и в случае с десятичным определением мы говорим что если у нас получается единица в периоде так же как если у нас девятка в периоде 0 9 9 9 это то же самое что единица по формуле бесконечной геометрической прогрессии так и здесь есть то же самое если у нас допустим получилось вот такое двоичное число 1 1 1 это то же самое что 0 1 но только по основанию 2 здесь обязательно мы будем написать чтобы не было путаницы то есть мы считаем что если у нас единичка в периоде то тогда это то же самое что 0,1 что такое вернее 0,1 что такое 0,1 в двоичной системе это 1,2 или 0,5 в десятичной системе понятно да вот я это все сейчас рассказываю потому что когда мы будем рассматривать понятие мощности нас будут интересовать мощности счетные мощности не счетные нам определение действительных чисел понадобится поэтому я рассматриваю здесь сейчас есть и другое определение действительных чисел столь же популярное это определение через бедекиндово сечение что такое гедекиндово сечение если опять же рассматривать только вот этот вот сегмент от нуля до единицы от нуля включить единицы исключить то это есть разбиение множества натуральных чисел путей рациональных чисел на отрезки от нуля до единицы на два не пересекающихся множества а и b а и сечения с b равно пустому множеству и при этом все элементы любой элемент из а меньше чем любой элемент из b таким образом определяется декиндово сечение ну например мы можем эффективным образом определить декиндово сечение для не знаю корень квадратный из двух минус единицы да мы знаем мы можем построить формулу по которой мы можем определить рациональное число меньше этого числа вот этого значения или больше этого значения вот и если у множества b имеется наименьшее значение в множестве рациональных чисел то тогда сечение декинда у нас это рациональное число а если наименьшего значения в множестве рациональных чисел нет то тогда получается что у нас сечением декинда задано и рациональное число на ответ можно Можно показать достаточно элементарно, что определение действительного числа через бесконечную дробь, хоть десятичную, хоть двоичную, или определение действительного числа через сечение додекинда – это суть понятия эквивалентной, потому что всякая бесконечная дробь, она у нас создает сечение, потому что про всякое рациональное число мы можем сказать, а мы меньше значение этой дроби или больше. А каким образом? Если у нас существует такая частичная сумма, которая превзойдет наше рациональное число, тогда значит она меньше. Если не существует такой частичный сумма, тогда она больше. И таким образом эта дробь действительно задает сечение. А сечение от 0 до 1 действительно задает дробь, потому что мы можем воспользоваться дихотомией, делить отрезок пополам. Вот где-то тут у нас находится наше сечение. Делим отрезок пополам и мы смотрим. Серединка отрезка у нас поступила в А или в В. Если серединка отрезка попадает в В, значит первое число будет 0 в нашей бесконечной природе. Если в А она попала, значит первое число единички. В данном случае это 0. Потом опять делим пополам и смотрим. Серединка у нас попала в А или в В, она попала в А. Значит следующая у нас единичка. И так далее. Продолжая бесконечно этот процесс, мы можем построить на основе додекингового сечения бесконечную двоичную дробь. Ну, как уж ввести комплексные числа на основе действительных, это уже даже вопрос в теории множества, это уже вопрос к анализу. То есть смотрите, вот сейчас основываясь только, с чего я начал эту лекцию, да, я сказал, вот давайте определим x плюс 1 как x сумма с миллитон x. А к чему мы подходим сейчас? Мы сейчас подходим к тому, что мы весь матом анализ вывели вот из этого. Ну, этого и, конечно, даже аксиом и там фундаментальную роль играл аксиом бесконечности. Ну, здесь действительно начинается матом анализ, который вы все благополучно прошли. Вот, там что-то говорили и про множество. Но наша цель, это, конечно, поисследовать теорию множеств чуть более глубоко, чем это делается обычно в общих курсах матом анализа. И мы сейчас займемся именно множеством. Просто увидав важность в этой теории, вообще она является фундаментом для антимагики. Я обещал всякие чудовища, и сейчас они снова появятся у нас. Давайте посмотрим на вот этот вот ряд еще раз. Ноль, ноль. А ноль, множество, состоящее из нуля, это из единицы. Множество, состоящее из нуля, из единицы, это двойка. Множество, состоящее из нуля, из единицы, это у нас н. Мы уже можем сказать, что если у нас вот такими числами неплохо интерпретируются, моделируются натуральные числа, то при помощи индукции мы можем доказать следующие вещи, что а меньше b это то же самое, что а является строгим подножством b это то же самое, что а принадлежит b. Или мы можем сказать, что а меньше либо равно b это то же самое, что а является не строгим подножством b. Понятие равенства и в натуральных числах, и в множествах оно везде одинаково. А также минимальное из а и b и максимальное из а и b. Как мы можем выразить через а и b? Теперь, зная вот это, ну скажем, минимум из 3 и 5 это будет 3, правильно? Значит, а вот если у нас 3 и 5 это множество, где 3 это 0, 1, пересечение, конечно, а пересечение с b, а максимум это а сумма с b, я заметил. Мы построили операцию x плюс 1, мы построили операцию x плюс y, мы построили операцию x умножить на y. Точно так же рекурсивно мы можем построить операцию x в степени y, правильно, следующим шагом. Это у нас будет x умножить на x умножить и так далее, умножить на x, y раз. Вполне себе, используя вот, значит, используя тот опыт, существующий мы, можем это сделать. Но мы можем на этом и не остановиться. Мы можем построить вот такую операцию. x степени x, степени x, степени x. И как раз, когда-нибудь о таком слыхали? Да? Значит, эта операция, это тракция, или, значит, используя стрелочки кнута, нам означается так. Если x степени y, это x просто стрелочка y, вот, то вот такая вот операция, это у нас уже будет x, 2 стрелочки y. И опять же мы это все рекурсивно можем назвать в числах выстроения. Мы можем выстроить операцию следующую. Пинтация, да? А, 3 стрелочки, b. Это у нас будет а, 2 стрелочки. А, 2 стрелочки. А, 2 стрелочки и так далее. Да, b, ra. И так далее. Число стрелочек может у нас расти сколько угодно. Что мы сейчас выстраиваем? Мы выстраиваем сейчас гипероперации. Которые, значит, можно построить рекурсивно. Причем значения, числовые значения, если мы говорим о натуральной числе, здесь растут просто такими катастрофическими темпами. Гораздо быстрее, чем вообще все функции, которые мы можем себе представить, там, в том числе, экспоненту. Вот. Ну, там, для справки, если 2 5 степени, это у нас просто возведение. 2 стрелочка, это у нас 32, то уже титрация будет 2 5 степени. Это будет 2 степени 65 536. Это у нас 2 и 0 помножить на 10, 19 728 степени. Это для самых первых натуральных чисел. Если мы здесь что-нибудь посерьезнее возьмем, то это быстренько выйдет за пределы, которые вообще аннотация, такая научная аннотация, может проглотить. Здесь получаются слишком большие числа. Уже даже логарифм. Я все к чему говорю. Смотрите. Вот n равно всем числам, которые меньше его. А вот омега, которая равна 0, 1, n и так далее. То есть омега до сих пор для нас воспринималась как множество всех натуральных чисел. Но если мы посмотрим на вот эту вот картинку в свете ее начала, да, а это в свете ее конца, завершения какой-то картинки, то мы увидим, что омега очень похожа на любое из натуральных чисел. В чем отличие омеги от натурального числа? Что у нее нет предшественника, непосредственного предшественника. Нет такого числа n, что n плюс 1 будет омегем. Но она похожа всем остальным. В том плане, что она содержит в себе всех своих предшественников. Все другие числа. И мы можем сказать, n принадлежит омеге. Это то же самое, что n меньше омеги. Омега это такая крышка, потолок над нашим множеством натуральных чисел. И она задает некую такую верхнюю границу. И все натуральные числа, они у нас находятся под омегой. Но если омега это число, то что же это за число? Это первое трансфинитное число. Почему трансфинитное? Трансфинитное, то есть за бесконечностью. За конечностью, вернее. То есть мы как бы перешагим через горизонт. И у нас получается как бы такой скачок над всеми нашими натуральными числами в виде еще одного числа, которое, в общем-то, имеет ту же самую структуру, что и они. Но смотрите, если теперь рассмотреть вот эту вот нашу такую треугольную таблицу, которая куда-то туда уходит бесконечно, вот у этой треугольной таблицы вдруг появляется последняя строка, которую мы вот так вот через многоточие записали. Но ведь она же может быть и не последней, потому что если мы рассмотрели омега, то мы можем рассмотреть и омега плюс один. И это будет следующее трансфинитное число за омегой. Ну, как только мы сказали плюс один, и как только мы имеем в нашем распоряжении рекурсию, то тут же уже и понеслось. Значит, мы можем определить омега плюс два, плюс три, омега плюс n. Мы можем определить омега плюс омега. Это будет у нас два омега, три омега, четыре омега, омега в квадрате где-то у нас будет. Как только у нас появилась омега в квадрате, у нас появляется омега в квадрате плюс 1, плюс двойка, плюс тройка. Значит, у нас где-то появится омега в степени омега. Потом у нас появится омега в степени омега, в степени омега, и уже без гипероперации не обойтись. У нас появится в какой-то момент омега-омега-омега-омега-омега-омега-раз, что мы можем обозначить вот таким вот образом. Потом у нас появятся следующие гипероперации, но потом у нас количество стрелок будет расти в этих гипероперациях. То есть мы можем увеличить количество стрелок. Пока еще запас есть для того, чтобы определять рассвенительные числа. Но в какой-то момент у нас появится число, которое в себе содержит счетное количество стрелок. И тут нам придется новое что-то выдумать. Окей, обозначим это как омега. Вот так вот. А нет, вот так вот. Потому что стрелка кнута, она АНВ обозначается, если здесь много стрелок. Обозначим вот так вот. Омега-стрелка, омега-омега. Ну тут пойдет опять плюс единица и так далее. В какой-то момент у нас закончится обозначение все равно, как бы мы ни старались. И обозначим это число, на которое у нас уже нет обозначения. У нас возникает это число плюс единица и так дальше. То, что мы сейчас вот открыли, это и есть область трансвенитных чисел. Но, конечно, те рассуждения, вот эти вот красивые формулы, которые сейчас я выписал, и вот эти вот действительно такие чудовища, которые поленли, нуждаются в обосновании своем. В частности, я сказал, если у нас есть плюс единица и рекурсия. А рекурсия-то у нас пока есть только в пределах омеги, счетная рекурсия. Вот. Для того, чтобы нам строить, нам понадобится новый метод, который называется трансвенитная рекурсия, трансвенитная индукция. Это мы все рассмотрим в самом ближайшем будущем. Вот. Но первый шаг к этому будущему мы сделали, именно обратив внимание на то, что омега имеет такую же структуру, как и все предыдущие натуральные числа, и построив вот такой вот перп, просто-таки омега плюс единица. Так.